Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я расскажу вам о самом-самом простом посеве сладкого перца, который я называю посадил и забыл. Я вот сегодня как раз буду применять этот способ посева. Для начала я расскажу, какие вообще способы посева перца существуют. Ну это, конечно, вот перец с последующей пикировкой, то есть когда сеем загущенную, сеем много, сеем в одну общую тару, потом обязательно пикируем, при пикировке выбраковываем, я при пикировке общипываю кончик этого корешка, то есть он более трудоемкий. И вот этот вот, который индивидуал стоит, вот это самый простой способ посева, посадил и забыл. Если говорить о самом, но мы сейчас будем, я буду сеять, вы все увидите, но я скажу в двух словах. Если говорить о самом посеве, конечно, он очень простой, но тут самое главное, нужно предварительно нам выбрать тару, потому что уже вот такие лоточки и контейнера, они нежелательны, ну можно в них, но тут нужно тогда выдерживать очень большие расстояния. И вот в такой лоток, где у меня тут 100, наверное, 150 корешков, если индивидуально сеять, сюда можно только 2 или 3 сеянца. Поэтому выбираем всегда вот такую отдельную. Какой может быть тара? Тара может быть любой, может быть стаканчик 200 граммовый, может быть стаканчик 500 граммовый, могут быть кассеты с мелкими ячейками, с крупными ячейками, любые. Может быть вы захотите вторичное использование вот таких вот из-под продуктов тары, из-под сока пакеты можно вторично использовать, из-под молока, хоть что. Главное вы должны знать, если вы хотите применить вот такой способ, посадил и забыл, никогда нельзя сеять сюда одиночек. В каком смысле? Всегда высеваем 2 семени, потому что может получиться так, что если одно семечко вы посеете, оно не взойдет, вы прозаглядываете в этот стаканчик неделю, другую неделю, нет. И вы упустите срок. Обязательно специалисты рекомендуют при индивидуальном посеве высевать 2 семени. Если взойдут оба сеянца, второй выстригаем ножницами вот такими маленькими, маленькими маникюрными. Выдирать ни в коем случае нельзя, потому что повредите этот. Он должен быть неприкасаемый. Мы не будем повреждать ему всю дорогу, корневую систему. Она будет целая. Выстригаем второй сеянец, и он будет дальше расти. Видите, я вот здесь оставила небольшое пространство от поверхности земли до конца стакана. Для чего? Для того, чтобы постепенно подсыпать и имитировать как бы вот эту пикировку с заглублением, чтобы вот на стволике образовывались дополнительные вот эти, которые воздушные корни образовываются, они потом превращаются в корневую систему. Если говорить о самом посеве, то, конечно, про тару я сказала, грунт должен быть воздухопроницаемым, очень рыхлым, влажным. И глубина заделки перца не рекомендуется делать более одного сантиметра. Очень трудно всходит, ему должно быть даже 0,5-0,6 сантиметра считается оптимальным. Утром прям совсем немножко. Лучше вы потом присыпите, когда сеянец вырастет, лучше вы потом добавите. Но главное, не засыпьте его до такой степени, что он вообще не появится на поверхности. Все, сейчас пойдем сеять. Я вам покажу и расскажу, какие семена я буду сеять вот так индивидуально. В принципе, никакой сильно большой разницы нет. Какие сорта перца я буду сеять вот так вот, с последующей пикировкой, более сложным способом. А какие буду сеять стаканчики. Они все у меня для открытого грунта, они все у меня раннеспелые. Я просто выбрала вот несколько сортов. То, что войдет вот в мой контейнер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня войдет сюда семь сортов. Значит, сюда я посею эти перцы. Все, что осталось, буду сеять в стаканчики. Все, вот так я распределяю. По надписям на пачках видно, что все сорта раннеспелые. Вот, например, фельдмаршал. Устойчив к понизженым температурам. Для выращивания в открытом грунте это очень важно. Раннеспелый, высокое урожайное для открытого грунта и теплиц. До 350 граммов может быть, а высота 45-58. Старалась выбирать не очень высокие. Холодостойкие, раннеспелые. Вот мустанг. Раннеспелый сорт тоже. До 250 граммов. Средней высоты. Куст. Сибирский богатырь. Вот нам такие нужны сибирские богатыри. Тоже написано, что раннеспелый, крупноплодный. 55-60 сантиметров. Подходит для выращивания в открытом грунте, теплицах. Короче, главное, чтобы в открытом грунте он тоже вырастал. 200-400 грамм может вырасти плод. И буратино, единственный, который F1. Это я пропустила и случайно он затесался. Вообще всегда выбираю семена сортовые. Для чего? Для того, чтобы, если мне сорт понравится, я соберу обязательно летом свои семена. И на будущий год уже не буду мучиться, не буду вот так ждать одиночных всходов. Хочу, чтобы всходы были все вот такие дружные, быстрые, которые бывают со свежих семян. Вот буратино тоже раннеспелый гибрид. Но сразу говорю, что на будущий год его у меня уже не будет, потому что собирать буду свои семена. В этом году попробовала новинки. Всхожесть не очень хорошая. С этих новинок выберу понравившиеся. И буду на будущий год сеять своими семенами. Я всегда говорю, что сам посев занимает намного меньше времени, чем подготовка. Сначала мы готовим тару, потом мы готовим грунт. Потом мы занимаемся или не занимаемся предпосевной обработкой, замачиванием семян. А сам посев, просто сейчас я положила семена, присыплю вот этой же землей. И все, на этом закончится. Но мы должны знать, что семена перцев, они намного хуже всходят, чем томаты. И у них понижается процент схожести с возрастом. Поэтому, смотрите, там где я посеяла по два семечка, вот 3 февраля, у меня взошло по одному, а где-то даже не взошло. Вот первый посев. И второй посев, чтобы себя обезопасить, чтобы в этих стаканчиках хоть что-то взошло. Так как хранить мне уже больше смысла нет, вот это у меня семена 20-го года, и мы так уже 2 года. Я решила в стаканчике разложить все семена, которые положены в пачки. Буду оставлять. Мне нужен всего один сеянец. Но так как смысла нет больше хранить мне вот эти семена, высеваю прям по целой пачке. А вообще, если семена хорошие, если свежие, то достаточно 2 семечки. Дальше, о предпосевной подготовке. Как я уже сказала, можете замочить перед посевом, можете обработать, протравить. Я ничего этого не делала. Я сейчас полью раствором привикура. Это опять же для ускорения, для оптимизации процесса, чтобы долго не возиться, не заниматься вот этим отдельно протравливанием. Протравливанием потом закрою сейчас грунтом, полью привикуром. И семена, и грунт будут протравлены одновременно. И все, останется только ждать. И вот тут с ожиданием, конечно, если вы предварительно замачивали семена, они могут выйти на 3-5 день. Если вы не замачивали, они могут выйти на 7-15 день. У меня вот с первой партии от 3-го февраля, последние вылезли только, 23-го февраля 20 дней сидели семена перца. Ну, до всходов. Бывает и 21 день, бывает и 28 дней. Вот этим очень отличаются семена перца и вообще посевы перца. Даже простой посев перца, он может усложниться тем, что семена или не взойдут, или взойдут. Но очень долго придется их ждать. Так как у меня в стаканчиках всего 4, все-таки основную массу перца я предпочитаю вот так вот выращивать. Ну, остальные будут у меня в общем лоточки. Я прям покажу вам. Я прям руками немножко, чуть-чуть, небольшое количество земли вот так досыпаю. И уже не приминая. Грунт рыхлый, он с кокосовым волокном. И уже не приминая. Сейчас сделаю полив, закрою пленочкой и поставлю в теплое место. Еще один секрет успеха хорошей рассады перца, хороших всходов, это, конечно, чтобы он стоял, вот этот лоток или эти стаканы, в тех условиях, которые перец любит. 25, даже 28 градусов. Нужно, чтобы грунт не успевал пересыхать, чтобы он был влажный. Вот этот у меня стоял под пленочкой закрытой, чтобы было тепло, чтобы было сыро, чтобы семена набухли, чтобы они дружно взошли. Смотрите, какая красота. Вот это дружные ребята, точно. Все, до свидания. Я не буду удлинять все это, очень дальше понятно. Поливаю сверху, закрываю пленочкой, ставлю в теплое место. Вот это самый простой способ, который у меня, вот если здесь даже вылезут 3 или 4, я просто выстригу лишние, оставлю один, и он у меня будет расти без пикировки. Сейчас буду следующий посев делать, который уже будет загущено и с пикировкой. Сразу скажу, мой любимый способ. Не боюсь высаживать, ой, высевать перец загущенный, потому что он, в отличие от томатов, он не вытягивается в рассаде. Его можно насадить хоть сколько, он никогда не будет длинным, никогда не ухудшится качество рассада от того, что их здесь много. Смотрите, как хорошо здесь. И, конечно, такой-то, даже если здесь какие-то не взойдут, остальных хватит. Вот и посеяла я свои ранние скороспелые перцы для открытого грунта. Я на них надеюсь, потому что это районированные наши местные сорта. Производитель уверяет, что все они вызревают в открытом грунте. Но мы хотим проверить на себе. Я обязательно покажу вам, как они вызреют. Надеюсь на них. Сразу скажу, сорта, большинство сортов новые, которые я ни разу еще не выращивала. Хочу вот в свою копилочку добавить еще эти сорта. Все, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю всем и удачных посевов, и удачных всходов, самое главное, потому что перец сходит проблематично. И больших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok